Условно-бесплатный канал коммуникации — это сайты, это e-mail рассылки, смс-рассылки, наши собственные соцплощадки и листовки, которые, в общем, раньше печатались. Мы поменяли визуально всю нашу коммуникацию, которая с клиентами была, то есть вот это вот уныние, то, что было раньше, то, что клиенты получают сейчас, и на что они очень хорошо реагируют. Мы проводим очень много акций с клиентами, достаточно малое количество этих акций публично, потому что мы предпочитаем делать таргетированные акции по индивидуальным приглашениям, и в основном мы концентрируемся даже не на московских клиентах, а на региональных клиентах. Сделано очень много видеопомощников, видеоинструкций, и также мы работаем с нашими сотрудниками, которые, естественно, являются тоже нашими клиентами, это 8,5 тысяч человек. Например, в прошлом году все сотрудники, которые пользуются нашим интернет-банком, они получили такие вот письма счастья с держателем для пропусков и с визитками для того, чтобы отдать тем коллегам, которые пользуются нашим интернет-банком и делают нам активные операции, и, наверное, это акция, которая имела очень потрясающий эффект у нас в банке. Вот, и сейчас очень приятно даже спустя год видеть, что в центральном офисе, во всяком случае, большая часть сотрудников входит с нашими чехлами. Также мы добавили информацию про удаленные каналы на чеки в банкоматах, то есть по любой абсолютной операции, какая бы ни была. Но, конечно же, реклама и маркетинг – это не единственное, на что мы концентрировались. Мы запустили продажи через колл-центр нашим интернет-банком из прошлого года, и мы очень много работаем с отделениями, то есть с обучением, очень много отлаживали бонусную схему, которая раньше совсем не работала, и теперь она действительно всем понятна, очень простая, и действительно находится в зоне ответственности самого операциониста. И у нас мы изменили подход к общению с сотрудниками отделения, то есть у нас это все очень открыто максимально в данный момент. Но, вот, все-таки, мы из нас это не цифры, это все-таки люди. Сотрудники люди, клиенты люди, мы люди, и все зависит от людей. Спасибо большое. Ваши вопросы. Аплодисменты. На определенные транзакции, по своему счету, банк в бесплатном порядке дает там премиальную карту, да, платину. Тинькофф кредитные системы, в принципе, практически все клиенты премиальные, мы знаем, что платим карту, да, но они так или иначе секментируют. У вас, чтобы стать вот этим премиум клиентом, что надо сделать? У нас есть три категории премиальных клиентов и есть private banking. Соответственно, вот в этих трех категориях вы можете самую низкую категорию просто покупать. Для какой-то более высокой категории вам нужно все-таки иметь постоянные остатки, не снижаемые ниже какой-то суммы на счетах. И для более высокой категории вы не можете просто оплачивать это обслуживание, то есть там учитывается вся, ну, вся ваша финансовая, скажем, личная история. Ну вот, и хочу вам дать обратную связь в результате этого. Преподимые. Да, преимущества, которые вы назвали сейчас, они есть в других банках, в частности в сравнении Тинькофф кредитные системы, например, в банк Русский Стандарт, давно уже все реализовано, и тут чисто в случайности получилось, что ваша жена стала клиентом вашего банка. Почему в Тинькоффе все есть? Почему стал желать? Случайно. И, соответственно, так как я более финансово грамотный у нас в семье, я начал пользоваться вашим интернет-банком, ну, под ее логином и паролем. Слово, у меня нет учета. Вы нарушаете договор с банком. У меня порядка шести различных счетов, и депозитных, и кредитных, и премиум-карточек. И, исходя из использования, могу сказать, что я не раз, значит, писал обращение по форме обратной связи, которая проявлена. Ответы не получил. Не раз. А, жена. После обращения уже напрямую по вашему корпоративному, на корпоративный почтовый ящик, уже с официальным письмом, претензией, хотя там касательно было буквально каких-то технических моментов, незначительных, скажем так. Что я еще отметил. Например, в Тинькоу кредитные системы, когда я под Новый год написал письмо... С Тинькоу, осторожно, может, вам лично ответить. С просьбой. Я хочу для себя вот в такие-то условия, да, они мне будут приемлемы. И я очень удивился, когда они мне ответили лично... В Тинькоу? В Тинькоу. Да. Что мы для вас... Лично, а Ле... Лично, Ле... Лично. Что мы для вас, вот лично, эти условия предоставляем. Только просьба не распространяйтесь. Почему не решается это просьба? Вы представляете, насколько банк ближе к своему клиенту? Когда в русский стандарт, я звоню, например, в пол-центр по обслуживанию пластиковых карт, я буду ставить профессиональную консультацию от специалистов на... Ну, подготовленных специалистов, да, которые могут определить определенными данными, терминами и прочее. Когда мы звоним в ваш банк, в ваш колл-центр настолько не подготовлены, что такое ощущение, что... Они вообще не сегментируют клиента, с кем они общаются, как они общаются, и на кого ориентированы. То есть, мое мнение личное, да, что ваш банк потенциально... А раз вы ориентируетесь на премиум сегмент, да, на определенный, да, вы просто теряете. То есть, вы не распознаете потенциальных клиентов, которые могут перейти в этот сегмент, которые могут размести денежные средства там и на депозитных счетах, да, и использовать ваши продукты. То есть, и вот по специфике использования полгода вашего интернет-банка, это же не появилось желание перевезти вам туда лишнюю копейку в дерево. Почему вы распознаете наш интернет-банк? Я ж говорю, по... Чтобы супруга легче было. Чтобы моя супруга взяла автокредит. Для этого не нужен интернет-банк. Для чего? Для того, чтобы управлять автокредитом. Если вы ориентируетесь, что вашим заемщикам не нужен интернет-банк, то... Нет, 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 нашим-то как раз нужен, я про вас. Уважаемые коллеги, давайте просто, чтобы вопрос был для того, чтобы спикер могла ответить. Поэтому, пожалуйста, с обратной стороны, спасибо большое за обратную связь. Да, спасибо большое. Мне кажется, я вас очень внимательно выслушала, мне кажется, все-таки наш банк правильно сегментирует клиентов. Окей, спасибо. Добрый день, коллеги. Семен Соливанов, Иральский банк, реконструкция, разве тебе? Наталья, я ваш клиент. Вашего банка, раз вы здесь представляете банк. Очень хочется обратную связь сдать. Я задам вопросы по теме выступления. В принципе, симпатичный интернет-банк, удобная аналитика расходов. Так или иначе, такой сервис есть у топ-30, у топ-50 банков. Но все-таки не у топ-50, даже не у топ-30. Плюс-минус. Скорее, топ-15. Сегодня никого нельзя удивить уже переводом с карты на карту. Вот у меня, раз мы здесь на конференции по маркетингу, вопрос такой. Ваша роль в общем маркетинге банка, ваших дистанционных сервисов и конкретно интернет-банка, она в чем заключается? Вы через интернет-банк хотите повысить лояльность? Или через интернет-банк вы хотите увеличить комиссионные доходы? Какова стратегия развития ваших дистанционных сервисов и их роль в общем маркетинге банка? Спасибо. Спасибо большое за хороший вопрос. Мы сейчас, в данный момент, мы ориентированы на повышение именно продаж, повышение комиссионного дохода через наши дистанционные каналы, также на предоставление удобного сервиса клиентам для их удержания, особенно, что важно для банков в свете отмены зарплатного рабства, как мы все знаем и боимся. Лояльность клиентов – это, наверное, замечательное маркетинговое словосочетание, оно мне очень нравится игре и душу, но я не могу его померить. То есть есть, конечно же, НПС, который каким-то образом там измеряется. И, кстати, по НПСу нельзя измерить удовлетворенность привилегированных клиентов, потому что они не тратят время на подобные опросы. Поэтому мы сейчас ориентируемся только на именно активную деятельность клиентов в интернет-банке. То есть, в транзакции комиссионном? Да. Представляете только, пожалуйста, коллеги. Эльдар Закиров, Альфа-банк. Спасибо большое, Наталья, за презентацию. У меня два вопроса. Первый, значит, кого вы видите на рынке в возрасте банковской? Кого вы рассматриваете в качестве бенчмарка по удаленным каналам доступа? Вы себя хотите услышать сейчас? Ну, вы если возвращаете вопрос, я могу ответить на него, но все-таки я вам вопрос задаю, раз уж в респеке. И второй вопрос. Что будет дальше? Потому что согласен тоже с коллегой из Уральского банка и конструкции развития, что все очень очевидно. Топ-20, топ-30, все что имеет. Через год, через два, что будет нового, может быть, без конкретики, но какие-то вот там общие направления, тренды, что будет дальше? Ну, конечно же, Альфа-банк и Сбербанк – это те банки, которые мы пытаемся догнать сейчас. То есть все-таки Альфа и Сбербанк – они первые сейчас на рынке ДПО. Тинькова я сюда не беру, он, конечно, замечательно разрекламированный, но это банк с очень ограниченным количеством услуг, и поэтому сравнение всегда некорректное получается. Я не думаю, что в ближайшие два года будет какой-то прорыв. То есть скорее все будут сейчас консультации.